Я уже спрашивал мнение других мастеров о том, как бить боковые удары, как бить прямые удары. Но и сегодня мое мнение по поводу бокового удара. Он у меня такой более уличный, и этот боковой удар, он предназначен для короткой дистанции, либо средней дистанции. То есть это не дальняя дистанция. Начнем с чего? Можно говорить про физику, про скорость, про массу, но я хотел бы сегодня поговорить про технику. То есть почему удар получается слабый? Потому что когда вы бьете, у вас кулак соприкасается, так скажем, с вашей целью, и у вас где-то получается изгиб, где-то сила ваша уходит. То есть если бы у вас рука и ваша конструкция тела была бы жесткая, как эта палка, то сила бы не уходила. А происходит у нас наоборот. То есть вы ударяете, у вас где-то сустав согнулся, и все, вся сила вышла. Вот об этом мы сегодня поговорим. То есть при ударе боковом у нас каждый сустав может потерять силу, поэтому нужно нам суставы зафиксировать. Фиксируются они с помощью напряжения мышц, с помощью определенной стойки. То есть вот так называемые мышцы-антагонисты, когда сгибатели и разгибатели, они у нас в равной степени напряжены, и у вас получается такая железная рама, которая позволяет вам бить боковой удар. Я могу бить боковой удар расслабленной кистью абсолютно и без замаха. То есть не будет замаха, просто вот я встал телом, своим тазом. Вот это у меня железная рама такая. Я просто беру и ударяю. То есть без напряжения кисти, без какого-то замаха, без всего. То есть вот. Поэтому что мы делаем? Нужно зафиксировать каждый сустав. Как мы будем фиксировать сустав, то есть как мы будем эту стойку, как сказать, собирать по кусочкам, начинается все с кисти. Кисть у новичков, когда они приходят, она часто подгибается. Подгибается либо сюда вниз, либо выбиваются вот эти пальцы. Поэтому сразу скажу по поводу ваших споров, как бить стаканом, кружкой или еще как-то. То есть я бью вот таким образом. То есть вот как в старых СССРовских школах, либо как Тайсон там бил, как... Вы уж там сами скажете, кто как бил. Вот. Я бью так. Почему так? Потому что первый момент это то, что когда я ударяю в корпус, я могу немножко сыграть кистью, то есть на себя подкрутить. А второй момент это просто я один раз на улице бил вот так, и теперь у меня нету одного из суставов. Здесь он зашел туда. Вот. То есть поэтому я стараюсь бить сейчас вот так. Итак, поехали. Я сейчас покажу вам, как фиксируются кисти, как это делается. То есть сейчас приглашу нашего ассистента, специально парня для вас. Надо лайк поставить внизу. Зовут ее Маша. Она тоже непростая девочка, она может ударить очень сильно. Смотрите, начнем с кисти. Вот просто расслабь кисти. Расслабь, да. Вот если она будет расслаблена, она сюда может подвернуться, может сюда подвернуться. Но если мы ее поставим вот так, расслабь просто, расслабь, расслабь. И я вот буду давить, вот есть момент, когда я давлю, и сустав упирается прямо в кисти, даже на расслабленной руке. То есть вот. То есть вот этот момент нужно поймать. Его просто нужно отработать и прямо расслабленной кистью постучать там по мешку или еще куда-то, то есть чтобы вы поймали вот этот момент. Дальше есть у нас следующее, это локоть. Локоть нужно именно напречь, вот эти мышцы-антагонисты, про которые я говорил, и плечо. Для начала нас учили вообще плечо вытягивать вот так вперед, для того, чтобы почувствовать вот это напряжение грудных мышц. Но потом, со временем, его убирают назад и чувствуют, что здесь все напряжено. И самое главное, это, наверное, спина полностью с тазом. Проверяется это очень просто, да, ты так делаешь. Дави, сильнее. Вот, то есть проверяется, куда уходит сила. Если кисть не подгибается, сила уходит у нас, вот здесь плечо нормальный. Вот, то есть стойко смотрите. Вы, когда давите на человека, то есть вот, допустим, попросили кого-нибудь, подави мне на руку. Если у вас, допустим, уходит локоть, да, он сгибается, либо туда, либо разгибается, либо сгибается, фиксируем локоть. Если подворачивается кисть, работаем сначала с кистью. Если здесь все хорошо, начинаем работать с плечом. То есть делаем так, чтобы грудные мышцы у вас были сильно напряжены, именно в момент удара, когда вот рука подходит уже непосредственно к цели. Дальше начинается, то есть вот этот момент, чтобы не было ухода вот этой силы, то есть чтобы не было у вас вот этого момента вот здесь вот. То есть мы фиксируем плечо, жестко очень. И потом уже идет у нас спина. Спина, она должна двигаться вместе с загнутцем. То есть не должно быть вот так, не должно быть скруток. То есть если вы бьете, у вас вот этих скруток не должно быть. Это именно в момент удара, когда кулак коснулся цели. То есть вот здесь рама должна быть жесткая. Кто-то вот поднимает ногу, да, на носочек ставит. Кто-то наоборот фиксирует. Вот какая школа. То есть все мы разные. Все мы учились у разных тренеров. И тело у всех разное. Но вот сам удар нужно сделать так, чтобы у вас вся сила противодействия, да, давление на вашу руку, она ушла в ногу вот сюда вот. Неважно, как вы будете стоять. У меня это вот фаза удара. То есть здесь все зафиксировано. Если я стоял фронтально к цели, да, к своей, то есть вот удар. Я чуть-чуть, особенно если это для улицы, я чуть-чуть правую ногу выдвину вперед. Для того, чтобы потом не скрутиться и встать вот таким образом к цели. То есть это выглядит вот так вот. Уже финальная фаза удара. А до этого просто встал и ударил. То же самое, как я уже и говорил, что можно расслабленной на кистью ударить. Вот. Просто телом без замаха. Потому что есть жесткая рама. То есть мы поняли, что спина и таз у нас это одно целое. Дальше мы двигаем вот просто тазом. То есть тазом мы выносим в руку. Вот так вот бьется у нас боковой. То есть скручиваем таз, подносим руку и ударяем. Потом добавляем плеское движение. То есть руку расслабили полностью. И сюда. И вот та скруточка, про которую я говорил, что можно чуть-чуть подкрутить на себя. Особенно вот с перчаткой. То есть в корпус работаете. Вот чуть-чуть на себя подкрутить. Поэтому встали спокойно, ударили. После удара просто локоть опускается и рука возвращается сюда. То есть ударили, опустили локоть, вернулась МК. Вот туда проносить не нужно. То есть там цели уже нет. Поэтому как только у вас цель прошел, локоть опустили, вернулась МК. Все мы разные. И поэтому сколько школ, столько мнений. И это очень круто на самом деле. Потому что когда парнерам вот таким показываешь удар, у них все так встает правильно. И они такие, все хорошо, все. Потом показываешь кому-то, большому дядьку, он говорит, мне проще вот так. И все. Поэтому чтобы была сила, нужно все вот эти вот факторы, все суставы, каждый сустав сделать так, чтобы он у вас работал, чтобы он у вас фиксировался. То есть и сила идет все-таки, я всегда говорю, вся сила в заднице. То есть вся сила это вот в раскрутке вашего корпуса. То есть я могу стоять вообще спокойно, из любого положения подвел, бам, ударил. Но финальная пата удара у меня будет вот именно вот такая. Кто-то локоть выше делает, кто-то чуть ниже. То есть у меня лому практически вот так. Все зависит опять же от дистанции от противника. От разных ударов бывает. То есть там навстречу, наоборот на отходе его ловишь. То есть по-всякому. Но в основном это вот, особенно если мы говорим про улицу. Встали спокойно. Раз и все. То есть вот он удар. Вот она железная рама, которую нужно понять. То есть расслабленное все абсолютно. И при расслабленных ударах просто вот поворачивая таз, у вас уже есть удар. Потом добавить скорости, добавить плетского движения. Все, то есть он очень короткий и очень мощный. Вот именно про, если нокаутирующие удары, которые даже через перчатки, через все это проходит, это вот про вот этот удар. Домки, они понимают, как тазом работать. То есть некоторым парням говоришь... А, ну и есть... Конечно, ты закручку живешь. Есть девочки такие, ей говоришь, давай, вот просто сделай, как дверь закрывается. То есть вот тазом нужно... Вот вы дверь закрыли, А они такие... Ему говоришь, ну бей, а они оп. То есть вот здесь таз, ножки чуть-чуть согнуты, и таз работает по таким образом. То есть не... Они просто не всегда по центру тяжести понимают. В центру тяжести на соседи не должен быть между ног. Все правильно, да. В центру тяжести... Я всегда им говорю, что как будто на барном стуле сидишь, тогда я не сразу понимаю. И вот часто бывает такое, что рука начинает вот сюда уходить, то есть не фиксируется корпусом, она уходит вот сюда, и сила ваша, соответственно, уходит вот сюда. Она как бы не пробивает. Она просто раз и ушла. То есть вот здесь должна быть жесткая рама, про которую я говорил, чтобы не входила рука сюда. То есть самая в лоте она не сгибалась ни сюда, ни сюда в момент удара. И кисть что-то не подворачивалась. Потом следующее, это... Дай мне согрей дальше. Это скрутка. Вот она довела таз, и он у нее зафиксировался. А у многих он гуляет вообще. Спина от таза, она гуляет. Допустим, вы таз сделали, а спина она потом догоняет. То есть здесь это единое целое, которое очень сильно вбивает сюда. Уходит. Потом в итоге в ногу все равно уходит сюда. Вот так, да, от земли. Он... Сейчас я просто, ребята, хочу показать, чтобы не это... То есть у него вот здесь движение обратно, вот сюда вот, и нету. То есть плечи не гуляет. Локоть не разгибается, как у многих. То есть вот это вот... Начинается у них вот сюда сильно уходит. И кисть не подгибается. То есть у него все движение уходит вот в эту раму, про которую я говорил в начале. Ребята, занимайтесь спортом, приходите в Академию Игноборств, будьте здоровы. И подписывайтесь на Каскад ТВ. Пока.